Судьба у нас такая. В России нас называли татарами. Русские губернаторы здесь нас называли татарами. В документах записывали татарами. После этого в 1918 году пришли, турками называли. Слава Богу. С 1918 по 1936 год в течение 18 лет назывались тюрками, а язык тюркский. С 1936 года до сих пор, уже 60 лет, мы говорим «азербайджанец» и «азербайджанский язык». Что теперь делать? Что делать, если мы не ответим на эти вопросы, мы не сможем принять закон? Нагорный Карабах полностью упущен из рук. Нагорный Карабах больше не Азербайджан. И государство Азербайджана не имеет концепции по Нагорному Карабаху. И не имеет политики. Все делается небрежно. Более абсурдным является история этнического самоназвания «азербайджанец». До 1936 года они называются кавказскими татарами или кавказскими тюрками. Именно так они названы и в переписи населения СССР 1926 года. И только в 1936 году, перед принятием новой конституции СССР, по указу Сталина, тюркский язык Азербайджана был официально переименован в азербайджанский язык. А тюрки Азербайджана в азербайджанцев. Такова действительность. Этническое самоназвание народа было создано на основе украденного у соседнего Ирана термина «азербайджан» и по указу Сталина.